Недавно в армянских СМИ было опубликовано сообщение, где говорилось, что в ноябре готовится встреча Алиева, Путина и Пашиняна, где стороны подпишут два документа, один по признанию территориальной целостности, другой по разблокировке региона и открытию коридоров дорог. Несмотря на то, что все СМИ в Ереване и в Баку опубликовали эту новость, официального подтверждения данное сообщение так и не нашло. Комментируя зеркалу АС перспективы этой встречи, историк Резван Гусейнов сказал, что данный вброс о предстоящей встрече президента Азербайджана и премьер-министра Армении сделали армянские СМИ, а там причины могут быть разные. Вслед за армянскими СМИ данную информацию подтвердили неназванные источники РИА Новости. То есть налицо факт заинтересованности проармянских сил в России и про Кочаряновских в Армении. Эти силы стремятся сорвать возможную встречу или ухудшить информационный фон в ее преддверии. Дело в том, что до сих пор неофициальная Москва, Баку или Ереван не подтвердили факт данной встречи, сказал аналитик. По его словам, вброс мог исходить и со стороны Ирана, так как Тегеран заинтересован в том, чтобы эта встреча сорвалась. Затягивание подписания мирного соглашения создает поле для политического маневра как для Ирана и для антипашиняновских сил в Армении, так и покровительствующих им в России кругов, подчеркнул он. Гусейнов, говоря об Ирано-Азербайджанском конфликте, сказал, что на данном этапе Иран будет делать упор на дипломатическую составляющую с Азербайджаном. Тегеран дипломатически попытается защитить свои интересы в Азербайджане и в регионе Южного Кавказа. Однако в широком смысле и в дальней перспективе, к сожалению, Иран не сможет смириться и полностью принять новые реалии. Собственно, они об этом они открыты и говорят, сказал он. Аналитик также добавил, что сейчас иранцы будут якобы подстраиваться под эти реалии, но при этом выжидать выгодные для них ситуации и развитие событий в Азербайджане. Не секрет, что Иран имеет определенные рычаги влияния на внутриполитическую и социальную ситуацию в Азербайджане. Иран будет не прочь попытаться обострить и раздуть недовольство среди некоторых слоев населения Азербайджана, чтобы в нужный час использовать это для дестабилизации ситуации, подчеркнул аналитик. Эксперт, говоря о возможном снятии санкций с Ирана, отметил, что возможный выход Ирана из-под санкций приведет к его экономическому усилению. Иран, как известно, богатая страна. Мы как соседи будем рады этому, но всегда есть шанс, что Иран будет вкладывать эти ресурсы в свои идеологические и анти-азербайджанские проекты, отметил он.